Лобинское подразделение Краснодарского социально-трудового комплекса отмечает 90-летие. Чтобы было понятно о чем, о бывшем УППВОЗ, которое организовывалось несколько раз за эти годы, успев побывать в 2008-м и предприятием Агропром. Вообще история предприятия богата. Образованная в 30-м году прошлого века, артель получила название «Слепой труженик». В 1936-м здесь трудились всего 8 человек. В 80-е годы уже 450, сегодня в разы меньше. Наша местная организация объединяет инвалидов по зрению, имеющих проблемы со зрением, живущих в городе, в нашем районе, ну да, еще и Мостовской район, мы территория двух районов, но в нашем районе 440 человек, а на производстве работает, как я сказал, 25. Екатерина и Галина перед праздничным концертом в честь юбилея предприятия демонстрируют свою работу. Девушки ловко собирают прищепки. Говорят, норму делают. Норма это сколько? Две тысячи. Две тысячи штук за день. Ну и категория это четыре. Начинать, признаются, было сложно. Коллеги помогли. Работа в Краснодарском социально-трудовом комплексе не только ради зарплаты. Предприятие помогает социально адаптироваться, и поддержка руководителей важна. Очень хорошие у нас. Они нас очень поддерживают, всегда нас понимают. Очень нам с ними пользуются. Старания девушек и других работников замечены и отмечены. На торжестве в честь юбилея предприятия они получили заслуженные награды. Юрий Третьяк, председатель краевой организации Всероссийского общества слепых, член центрального правления ВОЗ, приехал поздравить лобинцев. Мы сумели войти в различные крупные торговые сети для реализации товаров наших. Прищепка разной модификации, пластмассовая, деревянная и много чего еще выпускается. Люди заняты. Производим ремонт, тепло, замена стеклопакета, окна на современные. То есть отопление проведено, современный клуб ремонтирован. Жизнь продолжается и мы, как говорится, надеемся, что еще у нас, как говорится, планов много и мы их, естественно, осуществим. Сегодня предприятие является обособленным подразделением Краснодарского социально-трудового комплекса. Выпускает деревянные и пластмассовые прищепки. Они пользуются спросом, а объемы производства более 750 штук в месяц. Четверо сотрудников награждены знаком за заслуги перед Российским обществом слепых. Помимо руководителя, знаки получили сторож-ахтер, пружинник и слесарь-инструментальщик. Десять человек получили почетные грамоты Центрального правления. Еще пятеро отмечены Краснодарской краевой организацией ВОЗ. Троих специалистов наградили почетными грамотами Краснодарского социально-трудового комплекса. А его руководитель сообщил о перспективах предприятия. Производственные мощности увеличат. Мы будем сюда планировать оборудование расширять для того, чтобы увеличить выпускаемую продукцию. Я хочу пожелать всем нам успехов в этом нелегком труде. То, что было заложено нашими предыдущими поколениями, управленцев, работников предприятия, это все осталось живо, сохранили свой потенциал и получили свое дальнейшее развитие. Сегодня мы подводим итоги нашей трудной, но плодотворной работы. Можно с уверенностью сказать, наши цели достигнуты. Предприятие празднует свой юбилей с гордо поднятой головой. Безусловно, это результат совместной работы руководства предприятия и вас, уважаемые сотрудники. На праздник пригласили ветеранов предприятия, династии. Здесь работают целыми семьями. Наградили и отметили практически всех, а главное, подарили хорошее настроение. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт.